Сумка в 2024 году это не просто элемент вашего образа, это элемент вашего гардероба, один из главных. И сейчас их существует вообще множество вариаций, но разумеется, трендом являются сумки Crossbody. Поэтому смотрите обязательно видео до конца, я чуть позже расскажу вам, где взять некоторые из них. Меня зовут Никита Захаров, я рассказываю про мужскую моду, про мужской стиль. И сегодня вот я буду вам рассказывать про Crossbody сумки. Это вообще просто офигенная тема, это офигенный аксессуар и он должен быть у каждого. Почему собственно вообще должна быть сумка у каждого? Вот смотрите, я обычно в повседневной жизни одеваюсь максимально спокойно, то есть это какой-нибудь худи, это либо джинсы, либо карго, короче. Ну так, чтобы было комфортно, но при этом стараюсь одеваться со вкусом. Ну собственно как и многие другие ребята, чтобы было и комфортно, и хорошо выглядеть. Но многие конечно забывают про сумки и про то, что они создают офигенную фактуру вашему образу. И сейчас я вам расскажу про сумки, которые мне нравятся, которые я вижу в социальных сетях, но их невозможно вообще купить, потому что либо не доставляют в Россию, либо из-за курса сумки стоят там 10 тысяч с плюсом, что тоже ну такое себе. Вот, а потом я расскажу вам про сумки, которые вы можете купить и которые есть у меня. И кстати вот сейчас покажу. Ну это такая небольшая затравочка вам, чтобы вы досмотрели до конца. Разумеется сумок много и есть например вот такие минималистичные варианты, которые сами по себе простые, они не выделяются, но при этом они выделяют именно ваш образ. То есть благодаря простой сумке вы уже становитесь интереснее. Ну то есть вы интереснее выглядите. А про то, что это в целом удобно и туда можно положить все что угодно и это все через плечо, я вообще молчу, это и так понятно. Но большинство сумок внутри как бы не имеет никаких дополнительных карманов, ну и вообще каких-то отделений, что ну такое себе. Бывают у сумки более интересные покрой, они конечно не всем подойдут, у некоторых бывают интересные лямки, интересные формы. Это все очень прикольно, но это такая знаете тоже инфлюенсерская история про то, чтобы выделяться еще сильнее наверное. Я конечно свое предпочтение отдаю больше минималистичным в этом плане вариантам. Но есть у меня любимые сумки, сейчас расскажу почему они любимые, которые подходят знаете ну парням, девушкам, детям, кому угодно, ходить каждый день на прогулки, в офис, на учебу, короче, что угодно. У меня есть три разных варианта сумки, давайте начнем наверное с самой большой. Это большая Excel сумка и первое что бросается в глаза это широкая лямка, которая создает как раз таки интерес всей этой сумки, но даже не это самое главное. Самое главное что у сумки есть пять карманов, два основных кармана они с клапанами и плюс они еще закрываются на клепки, это вообще полный кайф, можно туда класть что угодно. Также у нее есть два еще по бокам кармашка, сюда можно положить допустим телефон, если вы куда-то ну недодолго выскакиваете или вообще что угодно, какие-нибудь бумажки, какие-нибудь жвачки, я не знаю, ну все что угодно. И такой же еще карман и с другой стороны, то есть это уже четыре кармана. Еще один карман потайной я его называю, потому что он находится с задней частью, сюда тоже можно положить что угодно, очень кайфово. Ну и самое крутое, что сумка внутри имеет два отдела, то есть вот у меня здесь ничего не лежит, здесь небольшая перегородка и тут какая-нибудь, ну тут у меня ткань лежит, просто футболка, чтобы показать, что здесь что-то есть, а здесь ничего собственно нет. Сумка выполнена из классного материала, это саржа, он влагоотталкивающий кстати, то есть ну спокойно можно пройтись в какой-то дождь, в какой-то снег, ничего страшного с ней не будет и внутри с большой вероятностью вещи не намокнут. Ткань из которой сделана сумка, ее обычно используют на каких-то производствах, чтобы сделать там робот для людей, которые работают на заводах, в цехах, короче очень долговечная. Вторая сумка более минималистичная, она еще чуть поменьше средних размеров для людей, которым ну допустим не нравятся накладные карманы. У нее максимально обычный силуэт, то есть ты ее нацепил, как угодно, с чем угодно и пошел. Тем не менее эта сумка тоже очень интересная, потому что из-за того, что она как раз, я и говорил, минималистичная и простая, она подойдет еще большему числу людей. И благодаря своей ткани, тут канвас 370 граммов, то есть она очень плотная, она прям ее, ну ты ее не порвешь вообще, ее на века сделана сумка. Плюс, плюс, разумеется, здесь также два отдела есть. Чтобы было понятно, я тоже положил футболку сюда, вот допустим в одном отделе у вас лежит, футболка в другом отделе что-нибудь другое сюда закинуть. То есть у вас здесь книга, здесь вода, там не знаю, ноутбук, что угодно. Это круто организует ваше пространство, как и в первой сумке, мне это очень нравится, потому что никто об этом не думает, из производителей сумок вообще. Плюс ко всему, я еще вовнутрь, чтобы, ну раз уж это минималистичная сумка, а положить что-то все равно хочется, то те же документы или еще что-нибудь. Есть мультикарман, в котором раз, два, три, четыре, четыре деления. Один основной тоже, один средний и два, там не знаю, под наушники. И он аккуратно прячется вовнутрь, чтобы не мешать, чтобы все аккуратно было. Сумка, короче, максимальный огонь. Ну и такие сумки вы вообще практически нигде не найдете, и это тоже один из самых таких прикольных плюсов, что их в целом очень мало. Но есть маленький вариант сумки, потому что многим людям, допустим, не нравятся большие сумки таскать, им нужно что-то поменьше. Здесь у нас есть два накладных кармана также, один чуть побольше, другой чуть поменьше. Они рабочие, можно сюда все что угодно складывать, ну не знаю, косметику, там, ключи, паспорта, что угодно. И есть основной, разумеется, карман, в который спокойно там влезает книга, допустим, или водичка. Это вместительная сумка, несмотря на свои маленькие размеры, и плюс вполне себе классный дизайн. Она выполнена из искусственного материала, это значит, что она вообще непромокаемая, и ничего с ней не будет. Плюсом еще у нее есть, кстати, у нее тоже широкий ремешок, еще ее можно затягивать, как вам будет удобно подгонять под себя размеры. Ну а знаете, что самое приятное во всей этой ситуации, во всех этих сумках, что это мой небольшой бренд сумок. Вот, я решил, что я хочу заниматься этим, сделать что-то стоящее, прикольное и серьезное. Поэтому я решил сделать сумки. Если что, ссылку на сайт я оставляю в описании, там вы можете еще посмотреть на фотографии, прочитать описание сумок, и в целом как-то еще разглядеть их. А сейчас я хотел бы немного вам рассказать про вообще саму концепцию бренда, потому что тоже достаточно интересно. Почему, собственно, я решил делать сумки? Это, блин, это было очень сложно. Я потратил много времени и много денег, чтобы отшить эти сумки, чтобы все придумать, продумать, короче, капец. Поэтому, знаете, если вам понравится сумка и вы захотите купить, вы не просто получите офигенную сумку, так вы еще и поддержите меня и мое начинание. Поэтому всем спасибо. Почему, собственно, сумки? Ну, потому что в России их нет. Смотрите, у нас какая-то проблема есть, что у нас есть какие-то рюкзаки, какие-то есть футуристичные сумки. Я просто очень кайфую от эстетики уличных именно повседневных сумок, и мне не нравятся сумки, которые, ну, знаете, футуристичные такие. Какие-то непонятные карабинчики, непонятная фурнитура. Зачем мне сумка для спортивного образа, для корпор-образа, не знаю, для чего угодно, если я каждый день хожу в худи, в лонгсливах, свитшотах, в карго-джинсах и так далее. Ну, она просто не сочетается, это банально некрасиво смотрится, мне такое не нравится. Поэтому мной было принято решение сделать бренд уличных повседневных сумок из-за классной ткани, это сажа, канвас. То есть максимально долговечные сумки, которые будут интересно смотреться, которые приятны на ощупь, они не выделяются, но выделяют вас. Вот в чем самое прикольное. И это было моей задачей, и на данный момент я думаю, что я с ней справился. И вообще, я считаю, что на каждый день у человека должна быть сумка, чтобы каждый день менять ее, потому что если вы меняете сумку, то меняется и ваш образ, даже при том, что вы надели то же самое, что и вчера, но сумку при этом поменяли. Это же круто! Название бренда Saks. Возможно, кто-то сейчас удивится, но суть такая, что с французского это переводится как сумки. Я такой думаю, ну блин, по-моему, все прикольно, смечится. Я понимаю, что кто-то может найти параллели со схожими словами, как и в английском языке, так и в русском языке, но в этом и есть фишка. Это название, во-первых, выглядит очень улично, я сам делал дизайн логотипа, все это прорабатывал, разрабатывал, короче, и вообще крыша там ехала, но выглядит прикольно. Это уличный бренд, это сумки на каждый день, это сумки для всех, чтобы любой человек смог надеть минималистичную сумку с собой и выглядеть при этом хорошо и красиво. В этом была задача, и опять же, с этим я справился. И важное уточнение, если вам понравились сумки, то я напоминаю, что ссылка есть в описании. Это очень ограниченный тираж, потому что в прошлый раз я делал... Вот эти сумки я делал примерно год назад, но они были в другом исполнении, они были из другой ткани, и за два дня их раскупили 100 штук. Сейчас, если брать на каждую позицию, то их еще меньше, потому что достаточно сложно, нужно закупить материалы, нужно заплатить производству. То есть, пока что я на начальном этапе, но я буду вам супер благодарен, если вы оцените сумки, приобретете, потому что, блин, ну они реально классные. Мне очень нравится, по крайней мере, и кому я показывал, тоже ребятам нравится. Про сумку, да, я, получается, делал ее в прошлом году, ее раскупили 100 штук за два дня, но в этом году я переделал саму ткань, то есть здесь уже другая ткань, канвас, как говорил, более прикольная. И я сделал сумку чуть, ой, точнее лямку чуть покороче, потому что меня об этом просили ребята, которые уже купили, чтобы людям со средним ростом она тоже классно подошла. Надеюсь, что вы оцените мои старания, надеюсь, что вам понравились сумки, и вы захотите их приобрести. Обязательно, пожалуйста, пишите в комментарии, как вам для меня это супер важно, обратная связь, чтобы понимать вообще, куда мне двигаться дальше. Потому что на данный момент я чувствую, что я хочу заниматься именно этим и развивать какой-то свой такой, ну, небольшой на данный момент бизнес, но мне интересно это делать. Пишите в комментарии, покупайте сумки. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и добра.